В последнее время Забайкальская железная дорога приковывает к себе внимание всей страны, давая все больше поводов восхищаться самоотверженным трудом железнодорожников. 12-я крупная авария с начала года, связанная с риском для жизни людей и остановкой подвижного состава на длительное время. Эту ситуацию уже трудно представить как цепь роковых случайностей. Среди сошедших с рельсов вагонов оказались две цистерны с авиационным керосином. Эти кадры нам прислали в редакцию очевидцы. На них видно, что топливо вытекает из цистерн, но позже появились и кадры работ по ликвидации утечки. В одном из эпизодов виновны недобросовестные собственники вагонов. Проводимые экспертизы по остальным должны подтвердить или опровергнуть наличие дефектов рельсов. На месте аварии работают восстановительные поезда со станции Могуча и Зилова. Задействовано почти 500 сотрудников ЗАБЖД. Паводок снес опоры железнодорожного моста недалеко от села Нижняя Куэнга и движение по Транссибу мгновенно парализовало. Пассажиров сняли с поезда и путь к следующей станции они продолжили на автобусе. Благо, автомобильная дорога в этом месте цела и невредима. Из всех дорог в России важнейшей является железная. Автомобильный, воздушный, морской или речной не смогут в ближайшее время составить сколько-нибудь серьезную альтернативу железным путям страны. Видимо, это должно делать профессию железнодорожника важной, ответственной, престижной и хорошо оплачиваемой. Но нет, на ЗАБЖД верным являются только первые два утверждения. Герои по неволе. Складывается странная ситуация. Аварии, которые можно и нужно избегать, возводятся в ранг подвига. Но за восторженно хвалебными репортажами официальных СМИ и ведомственных пресс-служб, лица самих героев разглядеть бывает сложно. Это уставшие люди, которых по тревоге подняли и бросили ликвидировать последствия, чтобы никто не задумался о причинах. За профессионализм, проявленный во время ЧП, поездная бригада получила награды от федеральной пассажирской компании. Поездные бригады, начальники поездов, проводники, поездные электромеханики, повара уже в этот же день отправились в очередной рейс. Почему так часто в Забайкале случаются аварии на железной дороге? Почему не проходит ни дня, чтобы перед глазами не мелькали кадры столкнувшихся составов, перевернутых вагонов и покореженных рельс? Об этом не рассказывают сотрудники правоохранительных органов, верстающих новые тома уголовных дел, а также руководство Забайкальской железной дороги и правительства края. Хотя ответ на эти вопросы можно разглядеть в этом кадре, где бригада путейцев продолжает работы на восстановленном мосту через реку Арида. Замордованные тяжелой работой и низкой оплатой труда работяги, как и сто лет назад, вручную подкручивают гайки на рельсах. Изношенные до предела пути, изношенные подвижные составы, изношенные люди. В погоне за сверхприбылями, маниакальной экономией на всем. Система управления на Забайкальской железной дороге почти не принимает во внимание человеческий фактор. И нет, аварии не прекратятся и станут систематическими, а на прорыв будут бросать их, работников в оранжевых жилетах с надписью «РЖД». Загляните на любую информационную платформу. Полюбопытствуйте трэшевыми кадрами очередной 12-й серии эпопеи «Условия работы на Забайкальской железной дороге». И будем ждать продолжения очередного подвига простых людей. Анжелика Понебрашина, Юрий Житлохин, ЗАП-ТВ.